Добрый день всем! Сегодня мы с вами заканчиваем замечательную тему, почему ПРУТФ нужен всем и каждому. И на этом наш вот цикл о ПРУТФе, он завершается. Итак, еще раз представлюсь, я Надежда Тубаева, International Diamond Company Full Life Research, руководитель офиса Full Life в городе Тюмени. Теперь о том, что такое ПРУТФ, мы с вами уже говорили, что это великолепный сывороточный и яичный протеин, высокогидролизованный, то есть он разбит вот на такие малюсенькие частички, которые легко усваиваются и так далее, и так далее. Говорили о том, кому он нужен. Еще раз, что это строительный материал с интеллектом, то есть вот в этой великолепной банке ПРУТФ находится еще и трайфактор 46 капсул, которые сами по себе являются уникальнейшим продуктом. Для сравнения, помните, я давала вам характеристику, 100 миллиграммов трансферфакторов, полученных, например, из крови убойных животных, стоит в среднем 32 тысячи рублей. 100 миллиграммов трансферфакторов, тех же самых, полученных из молозива, то есть это такие дорогие очень технологии выделения вот этих очень мелких информационных молекул. Так вот здесь порция стоит всего 20 рублей за 100 миллиграмм, то есть по сути сегодня любой желающий имеет возможность помогать своей иммунной системе более эффективно восстанавливать свое здоровье, получать дополнительную энергию для жизни и в общем стать по жизни достигатором. Итак, у нас с вами по сути остался неохваченным небольшая такая, сейчас я открою сравнительную характеристику еще раз, так-так-так, так-так-так, вот она, сравнительная характеристика, то есть о чем мы с вами еще говорили в прошлый раз, что по сравнению с сывороточными протеинами, которые на мировом рынке есть, кстати говоря, это дорогие протеины, то протеев, он лучше насыщает человека, то есть до трех часов у него нет чувства голода, вообще люди говорят, как, говорит, порцию протеев выпил и как теленка съел. Так, далее, идет, усиливается сжигание подкожного жира, что просто обычный сывороточный протеин не дает, здесь идет сжигание, уничтожение глубоких вот этих слоев висцерального жира, это тот самый противный жир, который, знаете, укутывает в такую, знаете, депо, из которого организм ничего не берет, он туда всякие токсины сталкивает, то есть это, знаете, такое хранилище ядерных отходов, которое нельзя трогать, и поэтому, кстати говоря, я как-то читала такую информацию, что когда известный доктор Менгель, садист, который устраивал всевозможные эксперименты над живыми людьми во время Второй мировой войны, так вот, когда был барак заморен голодом с целью посмотреть, что там с висцеральным жиром, он остался. Поэтому это жир, который очень тяжело, организм с ним расстается, почему? Потому что это хранилище ядовитых отходов. Так вот, ПРУТФ помогает безопасным образом избавиться от этого хранилища, то есть висцеральный жир приходит в норму, я вам уже это показывала на результатах наших дистрибьюторов, которые просто висцеральный жир там с 16-15% ушел в нормальные 10-11%. Далее, что он еще делает? Замедляет процесс распада мышечной массы. Супер важно при тренировках. У нас сегодня очень многие люди занимаются оздоровлением всевозможным. Это ходьба с палками, это фитнес, это какие-то другие мероприятия, это спортивные залы, это серьезные спортивные нагрузки. Так вот, ПРУТФ защищает мышцы, и это прямо очень актуально. Дальше, что я еще вам сказать хотела по поводу применения ПРУТФа. Во-первых, про колораж мы уже говорили, что это 70 ккал на порцию. Так, если мы говорим о шоколадном, если мы говорим о ванильном ПРУТФе, то здесь вообще 65 ккал на порцию. То есть превосходный продукт для тех, кто планирует избавиться от лишнего веса. Далее, на что еще надо обратить внимание. У нас два продукта, есть ванильный, есть шоколадный. Разница в чем? Вот в ванильном там натуральная ваниль. Это натуральный ароматизатор. То есть вот это вот такая дорогая приправа, добавка, которая сама по себе очень ценная. Это не химический ароматизатор, это натуральная ваниль. А в такой же баночке, в шоколадной, там натуральное какао высшего качества. Так вот, какао само по себе является источником железа дополнительным. Поэтому, если у людей есть анемия, то тогда при выборе, а что же взять, лучше взять шоколадный ПРУТФ. Сейчас, одну секунду, у нас тут какие-то технические штучки. Так, лучше взять шоколадный ПРУТФ. Это понятно. Теперь смотрите, аккуратнее, пожалуйста, с химическими препаратами железа. Потому что я вообще всем советую, что если у вас есть какие-то сомнения принимать продукт или не принимать, открывайте в интернете официальную аннотацию от этого препарата и читайте побочные эффекты. И если вы почитаете их о железе из аптеки, то, в общем, вряд ли захотите его принимать. А ПРУТФ делает что? Он, по сути, вот то железо, которое в организме есть, но в несвязанной форме. Белок, я уже говорила о том, он же выполняет транспортную функцию. Он железо досвязывает и получается то, что надо. Анемия проходит. Прямо реально мы получаем такие результаты. Потом еще, кстати, по анемии. Сегодня просто несколько звонков с утра было по этой теме. Рекомендуем добавить трансферфактор кардио. Здесь кроме трансферфакторов еще и великолепный витаминно-минеральный комплекс. И от анемии очень быстро не остается и следа. То есть вот это вот разницу поняли между шоколадным и ванильным. Далее, где еще применяется у нас трансферфактор? Он широко применяется в косметологии. Он широко применяется. То есть смотрите, мы проводили тоже с массажистом, наша дистрибьютор. Мы с ней проводили эксперимент. Она тут заботится о том, все время говорит, да, надо ходить на массаж, да, надо за собой следить, да, надо, обязуюсь. Марина, скоро сделаю. Так вот смотрите, мы с ней проводили эксперимент. Все знают, что под альгинатные маски наносится сыворотка. Так вот мы делали такой эксперимент. На половину лица нанесли сыворотку, коли уж я к ней пришла. А на половину лица мы нанесли протеев. Мы его сделали жиденько, разбавили. Примерно, ну, наверное, знаете, пол чайной ложки. Разбавили грамм на 15 воды, на 20. И вот эту маску нанесли на половину лица, под альгинатную маску. В результате, когда мы все это сняли, с одной стороны стандартная сыворотка, с другой стороны протеев, у массажиста глаза были вот такие большие. Она говорит, ну, очевидная разница есть. Поэтому, кстати говоря, те, кто, например, применяет для себя шоколадное обертывание, очень дорогостоящая процедура, кстати говоря, эффективная и дорогостоящая, рекомендую, попробуйте, сделайте то же самое с протеев. Результат вас просто удивит и восхитит. Далее, где еще применяется протеев? Это для мужчин, кстати говоря, раздражение после бритья. Очень часто мужчины предпочитают, если там жены дома нет сегодня, день-два ходить не бритому. Почему? Потому что после бритья раздражение на коже. Это понятно, да? Так вот, если вместо крема после бритья использовать, опять же, протеев, то раздражение после бритья проходит за 4-5 дней. Более того, оно идет еще и как уходовая процедура, великолепная, рекомендую. Дальше, по профилактике остеопорозов мы уже говорили, по профилактике переломов позвоночника возрастных и там головки суставов и прочего, мы тоже это уже говорили. По атонии кишечника. Обратите внимание, вот уже после 40 лет мы с вами говорили, у фермента потея о том, что мышечная масса начинает сокращаться. А где ее брать? Откуда организм должен черпать источник? Вот где у него вот этот вот живой родник? Так вот, рекомендую, если протеев ввести в обязательное применение, ежедневное, по сути, можно один прием питания заменить. Это тоже здорово. То вот этих проблем возрастных, их просто можно убрать туда, знаете, за горизонт и еще несколько десятилетий, несколько десятилетий. Напомню, друзья мои, в веке 10 десятилетий, всего один век. Так вот, на несколько десятилетий. Одну секунду. Так, какой-то технический сбой, но я вернулась к вам обратно. Все нормально, видно, слышно? После отключения. Ну и все хорошо. Теперь смотрите, по беременности по токсикозу. Друзья мои, очень часто, в общем, токсикоз, и об этом говорят специалисты по ведению беременности, токсикоз возникает по двум причинам. Либо это белковая недостаточность, либо это манифестация каких-то инфекций. Так вот, протеэф обладает великолепным свойством угнетать герпесвирусные инфекции. То есть, во время беременности он вообще совершенно, понимаете, незаменимый продукт. Ни токсикоза ничего не будет. Это первое. Во-вторых, опять же, у нас сегодня очень много беременных, которые попадают, ну, в роды идут, да, с не очень хорошим мышечным корсетом. И в результате это кесарево, в результате это куча проблем в родах и так далее. Наши, которые беременность проходят на протеэфе, у них с мышечным кольцом все кругом здорово. И поэтому они, понимаете, очень многие проблемы вообще не видят. Они говорят, ну, сходил, ну, родил, ну, и что, хоть завтра могу по новой продолжить. Теперь важно. Этот отзыв мы, кстати, недавно размещали. Важно, когда начитаем противопоказания. Здесь написано, сейчас я его прямо найду. Так, продолжите. Рекомендации взрослым принимать. Сейчас, подождите, ну, понятно, что перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Здесь были раньше противопоказания написаны. Беременность и грудное вскармливание. Так, куда оно девалось? Так, так, так. Слушайте, я его почему-то не вижу. Но оно где-то было. Так. Так вот, вот, нашла. Индивидуальная непереносимость компонентов беременности, кормления грудью. Так вот, смотрите, почему это здесь написано. Такая же точно надпись есть на банке трансферфактора классического. На банке трайфактора. Хотя мы прекрасно с вами понимаем, что такое трансферфактор. Это информационный компонент питания новорожденного. Это не крысиный яд. Это информационный компонент питания новорожденного. Как вы думаете, это нужно грудным детям и беременным? Конечно, да. Но существуют надзорные органы, у которых есть свой список, как им надо работать. Так вот, раз не проводились исследования на беременных, а это запрещено законом, соответственно, противопоказание будет написано. Это требование к этикеткам. Если не проводилось исследование ПРУТФ на группе беременных и при грудном вскармливании, противопоказание будет написано. Это требование законодательства. И не всегда оно, понимаете, идет нам на пользу. Поэтому применять трансферфактор или не применять – это личный выбор человека. И для этого нужно просто больше знать. И поэтому я вам рекомендую уберечься вот от этого желания догнать и причинить добро. Если человек сомневается, не надо. Не берите на себя ответственность. Наша задача – рассказать, как улучшить жизнь себя и окружающих. Задача человека – согласиться. И, понимаете, вот часто приходится сталкиваться с тем, что человеку выгодно болеть. Реально он получает очень много социальных благ. Повышенное внимание. Отклынивание от какой-то домашней неприятной работы. Отклынивание, знаете, в семейных парах от каких-то там супружеских обязанностей. Знаете, знаменитая у меня голова болит. Так, и все это, понимаете, то есть человек, который списывает свои проблемы вот на состояние здоровья, он получает социальные льготы от своей семьи в первую очередь. Поэтому оставьте это вот на их откуп, пускай сами решают. И, кстати, про сексуальную активность. Что я хотела сказать. Так, как все это тоже завязано, мы уже говорили с вами, брутефон выполняет массу функций. И гормональную в том числе. То есть, когда есть качественный строительный материал, то проблем с медовым месяцем не возникает ни как у женщин, ни как и у мужчин. У всех все отлично. Поэтому обратите внимание, из личного опыта, это знаете, когда у меня спортсмены в Сургуте, там ребята 40-летние, они занимаются, занимаются они 4 колеса, квадроциклы. Квадроциклы, мотокроссы, в общем, вот такие все спортивные. Перемораживаются, естественно, постоянно, потому что живут-то в Сибири, в Сургуте. И, в общем, они, жены у них говорят, чего бы им взять. Я говорю, ну вот возьмите протефон, во-первых, в дороге можно на соревнованиях попитаться. Во-вторых, классный продукт. Звонят через 2 недели, говорят, ты чего нам продала? Я говорю, ну вот, отличное белковое питание, что там у вас? А у нас дома сексуальный маньяк завелся. Я говорю, что так плохо? Они говорят, да нет, все нормально, только на работу еще ходить надо, а вроде как уже неохота. Поэтому обратите внимание на этот продукт. Если мы говорим о молодости человека, то это состояние мышечной массы, мышечных тканей. И здесь прямо равных нет. Еще, кстати, по вопросу аллопеции, например. То есть мы знаем прекрасно, что очень часто у людей начинают редеть волосы, выпадать волосы. Почему? Ногти становятся хрупкими. Почему? А потому что строительного материала нет. Так вот, ПРУТЭФ дает великолепный строительный материал для ногтей, для волос. Волосы становятся плотнее. Причем тут, смотрите, два варианта вот из моего опыта. Было так и было так. Есть количество волос, остается то же самое, но они становятся плотнее. Есть просто начинает расти, знаете, такой подшерсточек. То есть бывает и такой вариант, бывает и такой. Но присутствие строительного материала это всегда на пользу. Поэтому, да, завершение такой тоже анекдот у нас по ПРУТЭФу. Это моя тетушка, которой там 65 сильно плюс, а честно говоря 70 плюс. И когда я ей подарила банку ПРУТЭФ, когда он у нас только вышел, она такая у меня скептическая. Но трансфер-факторы принимает, потому что понимает, что здоровой надо быть как можно дольше. И вот она принимает ПРУТЭФ, потом мне звонит и говорит, Надь, я была у парикмахера, только ты мне не говоришь, что это твой ПРУТЭФ. Я говорю, ладно, не буду, а что там у тебя? Она говорит, я была у парикмахера, он мне говорит, что у меня там начали мелкие волосы расти. Я говорю, домой пришла, посмотрела, правда, там вот подшерсток в волосах. Только не говори, что это твой ПРУТЭФ. Я говорю, ну может и не он, а что ты там еще делала? Но я вот купила перцовку. Это такой, знаете, на перце водка, который волосы, корни волос натирают, там улучшается кровообращение, за счет этого начинается там, в общем, волосы лучше. Я говорю, Нать, ну не знаю, может быть и от этого, а сколько раз ты мазала? Она говорит, еще ни разу, он у меня в холодильнике стоит этот купленный раствор. Я говорю, ну тогда точно это от него, при чем тут вообще протеев? Ясно, что это перцовки, стоящие в холодильнике. Поэтому протеев это еще и вот такая вот замечательная вещь в плане внешнего вида. Кстати, вот еще на что надо обратить внимание. Когда человек начинает принимать протеев и он прямо зациклен на цифрах, которые показывают весы, вы, пожалуйста, ему объясните, что делает протеев? Он восстанавливает мышечную массу. А мышечная масса у нас тяжелее жировой, это понятно. И человек такой, ой, ужас, ужас, у меня на весах плюс один килограмм. Откуда этот один килограмм взялся? А жир начинает уходить, а на его место вставать мышцы, мышечная масса. Поэтому людям даем сразу такую рекомендацию. Вы, пожалуйста, сделайте замеры объемов тела. И вполне возможно, что у вас вес немножечко увеличится, чуть-чуть, но объемы тела начнут сокращаться, потому что тело обретает мощнейший каркас. И это прямо, знаете, суперрезультаты. Поэтому желаю вам всем принимать этот продукт постоянно, ежедневно. Вы воду каждый день пьете. Вы воздухом чистым каждый день стремитесь дышать. То же самое и трансферфакторы. Когда меня спрашивают, а что их теперь всю жизнь принимать? Я говорю, нет, в принципе, можно всю жизнь не принимать. Но вот смотрите, вы пили чистую родниковую воду. Без нее можно? Да, можно, но с ней лучше. Вы дышали чистым, чистейшим воздухом, а потом попали в какое-то загазованное сборище домов тут. Можно без этого обходиться? Да, можно, но с чистым воздухом лучше. Также и трансферфакторы. Можно без них обходиться? Ну, наверное, можно, но с ними намного лучше. Поэтому для меня, моей семьи, моих близких, это, понимаете, это ежедневный продукт. Как чистый воздух, как чистая вода, как хорошее настроение, как позитивное мышление. Это, понимаете, вот комплекс, который повышает устойчивость организма к внешним воздействиям. И я просто желаю вам разумно к этому относиться. На этом мы с вами сегодня заканчиваем. Спасибо огромное за внимание. Если вопросы есть, я на них отвечу. Хотя, вроде бы, уже все рассказала. Дай, пожалуйста, мне камеру. Так, здесь у нас чего? Здесь у нас... Все, если вопросов нет, давайте я тут посмотрю, почитаю. И у меня начал... Начал... Лиля... Лиля... У меня начал подшерсток расти. Ну, так здорово же! Потому что организм получил классный питательный продукт. Есть из чего строить. Отзыв напиши, пожалуйста. Спасибо за позитив. Пожалуйста, ребята. Токсичное мышление очень сильно укорачивает жизнь и ухудшает ее качество. Поэтому с утра, когда просыпаемся, напоминаем себе, друзья мои, да мы вообще проснулись утром. Представляете, сколько народу вообще до утра не дожили. А нам с вами повезло. Так давайте радоваться этой жизни каждый день, а не искать причины, почему мы должны быть рады. Так. Гибкость суставов заметно улучшается. Совершенно верно, Надь. Я про это забыла сказать. Естественно, это великолепная профилактика. В том числе и коксоартрозов, и вообще артрозов. И, я уже говорила, проблем с позвоночниками. В общем, да. В сравнении с другими протеинами будет. Вы знаете, в принципе, если надо, я, конечно, сделаю. Хотя, в общем-то, за это время уже рассказала. Лучше нету. Так. Теперь по паническим атакам. Не шурши, пожалуйста. По паническим атакам. Значит, причиной панических атак является всегда Эпштейн-Абард. Так. Поэтому, это герпес-вирусная инфекция. Соответственно, принимаете трансферфактор плюс, трайфактор и протеев вам в помощь. Вообще, по паническим атакам очень хорошо работает трансферфактор плюс в дозировках 12-15 капсул в день. И дней за 10 состояние стабилизируется. Потом уходим на девятку, потом на профилактические дозировки. Обязательно. И помним, что может быть через обострение. Что такое обострение на психоэмоциональном фоне? Это на какой-то короткий период. Это такое, знаете, усиление чистоты и интенсивности. Но это быстро проходит все. Это то самое обострение. Можно видео посмотреть. Так. Ну все, друзья. Заканчиваем. Спасибо вам огромное за внимание. Что у вас хватает терпения изо дня в день выходить и получать вот эту информацию. Все. Спасибо. Всем пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...